Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Все президенты, начиная с Джорджа Вашингтона, имели дело с политической оппозицией. В том-то и смысл нашей системы. Демократии строятся на дебатах и конкурирующих идеях. Если кажется, что политический лидер пользуется всеобщей любовью, это диктатура. Чао Шеску никто не критиковал, не осмеливались. Итак, в принципе, быть против Дональда Трампа и его политики совершенно нормально. Инакомыслие, это и вправду патриотично. Но последние два с половиной года происходит нечто совсем иное. Никакие действия сопротивления не усилили нашу демократию и не сделали нашу страну лучше. Совсем наоборот. Противясь Трампу, левые растерзали демократические нормы. С момента последнего голоса на выборах 16-го года они прилагали усилия, чтобы эти выборы аннулировать. Они вели цензуру против большей части страны. И самое главное, они заняли сторону несменяемой бюрократии, а не избирателей. Такие люди, как бывший директор ЦРУ Джон Брэннон, открыто призывали федеральных госслужащих игнорировать избранного президента и вредить ему. Это наглое посягательство на демократию. Чтобы не пытались провернуть русские, это посягательство было более разрушительным. Брэннон теперь озвучивает эти инструкции из студии NBC News, где ему платят вот за такое. Это измена, не меньше, потому что это предательство страны. Он действительно оказывает помощь и поддержку врагу. Измена определяется как предательство доверия, а также помощь и потворство врагу. Так что именно это слово пришло мне на ум. Да уж. То есть, если вы не согласны с бывшим главой ЦРУ, это государственная измена, преступление, за которое полагается смертная казнь. Такова его позиция. Джон Брэннон безответственный и неуравновешенный политический активист. Это очевидно для всех, кто за ним наблюдал. В прошлом году, узнав от своих источников, что Брэннон гражданское лицо, каким-то образом сохранил допуск к совершенно секретной информации, мы были шокированы, но на самом деле не удивлены. Брэннон больше не работает на федеральное правительство в каком-либо качестве. Официально он не занимает никакой должности. Однако, согласно эксклюзивной информации, полученной нами сегодня из двух источников, Брэннон сохранил, пожалуй, самое ценное, что у него было на госслужбе. Допуск к совершенно секретной информации. Мысль о том, что у Брэннона по-прежнему есть доступ к каким-либо из этих сведений, ужасает. Он открытый экстремист. Это не тот человек, которого стоит допускать к гостайне. Многие в Конгрессе были согласны с этой оценкой. Сенатор от Кентукки Рэнд Пол пришел на нашу программу, чтобы заявить, что Джон Брэннон не имеет никакого права на допуск к гостайне. Вскоре после того, как это вышло в эфир, президент объявил, что отзывает допуск Брэннона. Мы полагали, что на этом все и закончилось. Так и было бы при настоящей демократии. Но, видимо, она не настоящая, ведь год спустя мы узнали, что допуск к гостайне у Брэннона по-прежнему есть. Как так вышло? Чиновники от исполнительной власти просто проигнорировали приказы президента. Это проблема, потому что Трампа выбрали избиратели, а чиновников нет. Вся легитимная исполнительная власть исходит от него и от выборов, на которых он победил. Но его сотрудникам это не важно. Реальную власть в этой стране все больше прибирают к рукам бюрократы. В Вашингтоне вы видите это каждый день. Но конкретно в этот раз мы решили разобраться, что именно произошло. Первым делом мы обратились к исполнительной власти. Нам сказали, что у Джона Брэннона больше нет, цитирую, «доступа к секретной информации». Нам объяснили, что администрация направила разведывательным агентствам письмо, извещающее о том, что Брэнону больше нет необходимости знать секретную информацию. Звучит ободряюще. Есть у этих слов некий наркотический эффект. Но, как и многое в государственных органах, это мираж. Это ничего не значит. На самом деле бюрократы могут просто проигнорировать это письмо, если захотят. Так уже бывало. И так, правда такова, что президента Соединенных Штатов подвели его собственные сотрудники. Он дал им прямой, недвусмысленный приказ. А они, покошачьи, скрывая злость за невозмутимостью, решили его не выполнять. Сколько раз в день такое происходит? Каждый раз это расшатывает нашу демократию. И, кстати, официальный Вашингтон это устраивает. Если голосование означает приход к власти Дональда Трампа, они против выборов. Они готовы на все, даже на грубую силу. На днях Нэнси Пелоси сказала демократам на Капитолийском холме, что ее цель не объявить президенту импичмент, а посадить его в тюрьму. За какое преступление, она не уточнила, но это и не важно. Вы отлично знаете, что настоящее преступление Трампа заключается в том, что его вообще избрали. Субтитры создавал DimaTorzok